уважаемые друзья рыболовы доброго времени суток и крепкого всем здравия в сегодняшнем видео я расскажу и покажу как изготавливать убойную подсадку для чертиков и без модельных нормышек под кодовым названием икринка следует отметить то что технология изготовления этой икринки не моя подсмотрел я ее в интернете но правда внес в изготовление некоторые свои коррективы итак сегодня будет два способа изготовления этих икринок для начала давайте рассмотрим почему эти икринки вытеснили у меня бисер икринки это силиконовые шарики выполненные с едой на резины дополнительно обработанные аттрактантом дело в том что когда на крючке вашего чертика вы подвешиваете бисер то бисер ввиду своей жесткости скрадывает часть загиба крючка тем самым уменьшается коэффициент полезного действия самого крючка отсюда и более высокий процент сходов рыбы чем если бы вы ловили на голого черта однако на голого черта не всегда отзывается рыба поэтому самый на мой взгляд незаменимой вещью тут будет именно силиконовые икринки ввиду мягкости материала она уже не так критично влияет на пробивную способность крючка обладает пластичностью и от этого улучшается способность крючка держать рыбу вот так выглядят силиконовые икринки которые я делаю сам храню их вот в такой небольшой коробочке и каждый цвет я храню в отдельном пакетике а вот так выглядят уже оснащенные этими икринками чертики и мормышки обратите внимание на то что вы можете для себя сделать любой цвет такой какой только найдете все что для этого необходимо это съедобный твистер или виброхвост из которого впоследствии вы сможете сделать определенного цвета икринку ну а сейчас давайте я расскажу вам какие инструменты нам понадобятся для изготовления это очень красивой подсадки и так что нам понадобится для изготовления этих икринок значит первую очередь нам понадобится стакан с водой холодной для того чтобы мы смогли в процессе охлаждать пластик дальше небольшая емкость с аттрактантом длинная игла вот такая острый ножик элемент нагревания в данном случае это свечка и съедобный силикон из которого мы будем вырезать заготовки для наших икринок в данном случае это мой самый ходовой любимый цвет такой коричневый с черными точками резина это съедобная но мы ее будем делать еще более съедобной так скажем значит в первую очередь нам необходимо нарезать кубики из этого твистера сейчас более детально я вам это покажу мы берем виброхвост и и начинаем его аккуратно резать вот на такие вот дольки к слову сказать из одного виброхвоста получается просто ошеломительное количество данных икринок поэтому подсадка это очень бюджетная буквально можно прийти в магазин взять несколько твистеров или виброхвостов понравившихся расцветок и вы будете обеспечены на пару-тройку сезонов такими подсадками вот значит я нарезал такие небольшие блинчики и теперь моя задача вырезать из них маленькие квадратики берем вот так один такой блин и отрезаем вот такой вот брусок из такого блинчика получается как правило парочка брусков вот так получились у нас брусочки ну и теперь соответственно эти брусочки мы нарезаем на маленькие квадратики лишнее нам не надо мы удаляем лишнее три квадратика получилось из одного брусочка и три квадратика получилось из другого кусочка ну собственно говоря подготовительная часть на этом заканчивается и сейчас мы приступим уже к изготовлению значит сейчас я сначала покажу как формировать эту икринку а уже потом мы проделаем полный цикл берется игла втыкается в центр квадратика и вот у нас получилось то что квадратик из силикона насажен на иглу поджигаем свечку первый блин скорее всего может у вас получиться комом но это ничего страшного и значит подводим этот кубик не к верхней точке пламени а к нижней на небольшое расстояние и аккуратно поворачиваем иглу и как вы можете заметить края нашего кубика постепенно сглаживаются и он превращается в кругляшок то есть в икринку если поднести пластик очень близко к пламени то он загорится но это легко можно исправить если резко потрясти иглу вместе с вашей икринкой из стороны в сторону вот таким образом из квадратика получается кругляшок очень незамысловатый и нехитрый способ изготовления вот такая икринка у нас получилась ну а теперь давайте я покажу вам весь цикл чтобы вам было понятно для чего нам нужен аттрактант для чего нам нужен стакан с водой снова поджигаем свечку насаживаем квадратик на иглу постепенно оплавляем края нашего кубика и он у нас превращается в кругляшок пока наш шарик до конца не застыл мы его опускаем в аттрактант вот таким образом и затем для остывания бросаем его в стакан с водой значит в результате у вас должны получиться вот такие вот вкусно пахнущие аппетитные шарики под названием икринки ну мне так проще называть кто-то называет силиконовыми шариками я называю икринками значит это был процесс изготовления на свечке процесс изготовления на электрической плите намного проще потому что нету открытого горения когда нету открытого горения тогда можно максимально дозировано использовать температуру плиты соответственно вы уже застрахованы от того что у вас шарик может загореться на плитке все это делается конечно гораздо проще чем с открытым горением но как бы я не думаю что есть смысл показывать то как это делается на плитке потому что там как бы все и так понятно плитку разогреваете и точно так же подносите иглу с этим кубиком насаженным на иглу поворачиваете кубик у вас превращается в шар окунаете его в аттрактант и в стакан с холодной водой для последующего остывания я надеюсь что эти подсадки вам пригодятся на наших водоемах и на нашей рыбе они работают просто на ура если кто-то из вас использует подобные икринки то пожалуйста отпишите свое мнение и свой опыт в комментариях мне будет очень интересно почитать ну что ж как и обещал про икринки я вам рассказал ну и соответственно у меня на этом все увидимся с вами в следующих видео «Ой, ёёй, 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 ёёй» Субтитры сделал DimaTorzok